МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях председатель Рязанской городской топонимической комиссии Николай Блычев. Здравствуйте! Здравствуйте! Николай Александрович, хотелось бы немножечко поставить все на свои места. Да. Поскольку вы хорошо разбираетесь в улицах, ответьте, пожалуйста, возможно ли переименование второй безбожной улицы в улицу имени Трампа? Невозможно. Вот односложно отвечаю. Это, к сожалению, нет. Это просто кто-то пошутил в интернете, но эту шутку подхватили и как бы сейчас это сделали серьезным. И люди эту шутку поддержали, стали подписывать какую-то петицию в поддержку этого предложения. И вот обещают к нам, в городскую думу, принести эту петицию с подписями. Ну, предполагали, сначала предполагали 200 подписантов, сейчас вот я прочитал в интернете, 500 подписантов должны быть, да. Вот сколько людей хотят, чтобы у нас в Рязани была улица Трампа. К сожалению, и к их сожалению, у нас такой улицы не будет по нескольким основаниям. Во-первых, наша комиссия в свое время приняла принципиальное решение впредь именных названий улицам города не давать. Это связано с тем, что у нас, начиная с 1919 года, начался период массовых переименований названий городских улиц. Когда у нас на протяжении практически 30-40 лет 90% улиц были переименованы. И они получили именно соратников Ленина, пламенных революционеров, большевиков, участников гражданской войны и так далее, и так далее. Вот, чтобы вот это не повторялось в истории, да, еще у нас много было улиц, которые названы именами террористов. У нас до сих пор три улицы, но с ними террористов. И мы не знаем, что сейчас с ними делать, с этими улицами. Чтобы их переименовать, значит, это вопрос очень затратный. Или вернуть историческое название. Скажите, по каким критериям можно было бы переименовать улицу, может быть, после смерти вот уже исторического персонажа какого-то? Или как вообще? Значит, у нас есть нормативные документы, которые приняты Рязанской городской думой. Хотя мы внутри своей комиссии стараемся именных названий не давать, но городская дума, депутаты, они как бы допускают такой вариант, что можно давать именные названия. Хотя с этим мы боремся. В положении о наименовании этих городских объектов прописано, что именные названия можно давать только новым улицам, и только по истечении пяти лет со дня смерти человека, через которые улица будет названа. Слава Богу, Дональд Трамп жив и здоров, и ему желаем мы здоровья, еще долго-долго жить. Поэтому по этим основаниям улица Трампа в Рязани не будет. В городе все равно остается еще много улиц, в которых происходит, ну, может быть, путаница для многих людей обычных. Вот та же площадь Маргелова. Там на небольшом пятачке скопление нескольких сразу улиц. Как вот в этом разобраться? Ну, раньше все было легко и просто. У нас была улица Сеная. Сначала была улица Маяковского. До революции была Сеная улица. Потом ее назвали улицей Маяковского. Потом на этой улице в 87-м году вернули историческое название опять Сеная. Она стала... А почему все это происходит? Нет, потому что это наша политика, наша этапонимическая комиссия. Мы стараемся вернуть исторические названия. Ну, исторические. Потому что Рязань за эти годы советской власти потеряла свой этапонимический облик. Она стала похожа на любой другой город. Вот на некоторые историки вот этот процесс, который происходил в стране, называли топонимическим Чернобылем. Когда, ну, все, у нас память стирается о прошлом нашего города, в том числе в улицах. У нас была... Значит, потом была улица Семинарскую, старая, до революционного названия Семинарская. Ее назвали улицей Каляева. Это террорист. И, значит, человек, который пытался совершить покушение на царя, значит, организовал взрыв... Не на царя, простите. Он, значит, совершил покушение на дядю царя, на великого князя Сергея Александровича. Вот, убил его. Вот. Ну, и тогда он был героем у нас в стране. И в честь него на улицу Семинарскую переименовали в улицу Каляева. Итак, у нас, вот до недавнего времени, у нас была улица Синая и улица Каляева. Значит, это наше прославленное десантное училище. Они возмущались, они не хотели, они знали, кто такой Каляев, они не хотели, чтобы именно это училище имело такую адресную привязку, улица Каляева. Они говорят, давайте к нам обращались, к нам и командующий ВДВ к нам обращался, давайте переименуем Каляева в улицу генерала Маргелова. Ну, опять же, я повторяю наш принцип, мы не переименовываем улицы, а если мы что-то меняем, только возвращаем историческое задание. Мы доказывали, да, мы сами готовы улицу Каляев поменять, но на Семинарскую, но не на Маргелово. Но в итоге же там есть? Но в итоге пошли на компромисс. Еще в центре всего этого была улица, которая имела длинное название, она, собственно говоря, не знаю, в рекорд Енос она попала или нет, но для нас это был рекорд Енос, потому что в стране это было самое длинное название улицы. Некоторые даже гордились у нас в Рязани, что самое длинное название – «Площадь имени 1-й польской дивизии имени Тадеуша Костюшка». Это все там же, да? Здорово. Представьте себе, не в один адрес эта площадь не войти не могла. Официально такое было название, потому что площадь была названа в честь дивизии, которая формировалась в том числе на нынешней территории десантного училища. Хорошо. Как сейчас там? Потом, значит, мы пошли на компромисс. Из-за того, что потом в обиходе площадь вот эта с зеленым названием вдруг название исказило, стало называться «Площадь имени Костюшка», это абсолютно неправильно, потому что изначально эту площадь называли в честь дивизии, а не в честь Костюшка. Костюшка – враг России, который в свое время, в 18 веке, поднял восстание против России. Суворов подавил это восстание и поймал этого, взял в плен этого Костюшка, привез в Петербург, он здесь у нас находился в плену и так далее, потом его помиловали. Вот такое событие. Мы не могли назвать в городе Рязани площадь в честь нашего врага. Это не абсурд. Пошли на компромисс. Значит, отменили эту площадь имени Костюшка. Это дома, которые были зарегистрированы по площади Костюшка. Мы им дали наименование по улице Синой, продлили улицу Синую, и те дома, которые по улице Костюшка, стали по улице Синой. Далее образовали площадь Марьелова, но на площади Марьелова всего один объект. Это десантное училище по площади Марьелова, остальные дома или по Синой, или по Семинарской, современное название. Вот как это произошло. Коляеву убрали вовсе, Костюшку убрали, восстановили Семинарскую и площадь Марьелова. С чем еще вы видите большую проблему, может быть, путаница какой-то в Рязани, с которой вы боретесь? Сейчас проблема, сейчас ведется большое жилищное строительство в районе поймы реки Павловки. Но почему-то на картах, в ряде документов у нас в архитектуре, эта река называется Трубеж. Исторически, вот я сам историк, мы всегда считали, что река Павловка впадает в реку Трубеж в районе Свято-Трубежского монастыря. Вот там впадает Павловка. Вот та река, которая пересекает Московское шоссе, там даже стояла у нас указа, это река Павловка. То есть дорожники правильно называли. Но почему-то в документах каких-то архитектурных эта река называется Трубеж. И она, оказывается, там, где плетенка впадает в Павловку, оказывается, это не плетенка впадает в Павловку, а две реки соединяются, и оттуда вытекает река Трубеж. Ну и как вы боретесь? И к чему может быть? Мы приходим, мы пишем письма, обращаемся в администрацию, что-то надо как-то наводить порядок. Ну, пока сложно все. Спасибо вам за то, что вы пришли. Хорошо, приглашайтесь. Это была программа «Городские встречи». Увидимся с вами в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин